всем здравствуйте всех рада приветствовать на своем канале и сегодня было очень крутое все события мы попали в магазин метро дело в том что на этой неделе моему мужу презентовали карту муж работает кроме газеты еще выпускает также верстает вернее журнал и у них для того чтобы делать журнал есть ооо у людей которые руководят журналом и они оформили на моего супруга карточку в метро кто знает и кто не знает сейчас я вам скажу там туда можно зайти и закупиться только имея этот сертификат сертификат из себя представляет вот такую вот пласть бумажную карточку такого размера где написано какое ооо и до его доверенное лицо когда ты входишь в магазин ты показываешь эту карточку и предъявляешь паспорт вообще если честно такой фейс-контроль при входе первый раз такое видели но когда ходишь по магазину понимаешь почему это потому что в принципе ориентирован магазин на оптовиков на владельцев и п на владельцев ооо и то какой там порядок и как там мало людей очень подкупает и если честно то я в целом осталась очень довольна этим магазином потому что очень разнятся цены на порошок нам с капсулы на капсулы в посудомоечную машину на косметику на бытовую химию на спиртное вот особенно там закупали все памперсами тоже то есть вот какие замороженные продукты но в общем как бы ну а я молчу про мясное про майонезы про сыры я буду уже когда рассказывать конкретно каких-то продуктах буду сравнивать но в общем конечно не все но многое там очень по хорошим ценам и особенно вот для оптовиков и так ну все закончили болтушку сейчас я вам покажу что же мы там купили начну сразу говорю с непродовольственных о непродуктовых покупок первое что мы приобрели мы приобрели такую непланируемую покупку это миксер он в общем у него видимо 5 скоростей если честно мы даже не разобрались мы увидели что он стоит 499 рублей нам показалось это покупка выгодная это нужная покупка он требуется раз в год но требуется у нас есть блендер а именно таких насадок как у миксера нет и поэтому пускай будет это недорого и нужно далее далее я приобрела подарок своему крестнику дело в том что его скоро день рождения и там была акция приобретая любой подарок можно его упаковать бесплатно поэтому я вам его уже покажу в упаковке упаковали меня на самом деле его бесплатно мне кажется очень даже так неплохо упаковали это наборчик в котором тарелочка чашка и блюдечко стоил этот наборчик 299 рублей чем он меня подкупил тем что он от фирмы союз мультфильм и там изображены герои из простоквашина мне кажется что нынешним детям смотрящим свинку пеппу и каких-то непонятных чудовищных вот этих вот мультяшек подарить что-то с просто квашеным это круто я сама очень любила есть из посуды такой интересной думаю что мой крестник тоже оценит это далее подарок сестре родной это называется чуни вот такая вот прелесть она у меня очень любит тапочки и мы выбирали целенаправленно эти тапочки они очень хорошего очень хорошей расцветки здесь такие помпончики мне не очень понравились я уверена вернее я не уверена я надеюсь что они ей тоже понравится вот так они смотрятся стоили они 549 рублей мне кажется нормальная такая средняя цена далее подарок себе мы с мужем очень долго смотрели выбирали решили что стоит прикупить купили вот такую вот сковородочку в общем здесь 28 до 28 сантиметров диаметр стоила на 898 рублей то есть на 900 рублей по если округло но она вот такая с антипригарным со всеми вот этими керамическими тут все у нее круто муж сказал что надо она по моему ее можно мыть посудомоечной машинке в общем все по высшему разряду мы решили что стоит как бы прикупить кстати в новом формате так чуть-чуть снимаю посмотрим если вам понравится пишите если вам не понравится тоже пишите больше так не буду так что прислушиваюсь ко всем дальше также непродуктовая уже ну вот то что вам вам говорила это капсулы gopods тайт отличные капсулы которые мы ими пользовались они кстати мы даже сейчас ими пользуемся очень хорошо отстирывают очень хороший аромат остается прям на белье я очень довольна ими стоили они 199 рублей здесь здесь сколько здесь штучек 15 до 15 штучек это выгодно сейчас капсулы дорогие дальше дальше правильно я сказал что 99 не может может найти дальше также хочется сказать я ничего не сказала в этом магазине в метро есть своя фирма аро типа каждого дня в ашане типа ну в окей такая же есть фирма везде у них фирма аро и я вот люблю пробовать жидкое мыло таких фирм оно кстати обратите внимание какое реально жидкое ну прям как водичка стоило на 37 рублей 50 копеек это небольшая цена и такое мыло как правило у меня всегда на кухне я считаю что для кухни пойдет аромат грейпфрута дальше дальше мусорные пакеты мешки для мусора особо прочные благодаря эластичному полиэтилену не протекают с завязками 35 литров в этих мешках вот так вот они выглядят на самом деле вы кажется что они такие на самом деле прочные я надеюсь что так и будет 15 штучек пользуемся мы сейчас мешками с завязками и в принципе остались ими довольны стоила одна упаковка 79 рублей 50 копеек вы знаете девочки я купила такие мешки фикс прайс и вот хочу сейчас сравнить я просто не помню сколько фикс прайс и в упаковке но если они ничем не будут отличаться то получается фикс прайс и дешевле это будет печально потому что мы купили две упаковки но по-моему все-таки фикс прайс и было не 15 штук и может быть качество другое но в общем в принципе это такая не дешевая вещь с этими завязками получается но захотелось мне баловство получается что это баловство далее свечи также прикупила свечи от этой фирмы oro античные они кстати даже чем-то пахнут 8 часов горят 4 штуки 245 на 23 миллиметра вот то что я вам читаю стоили они сто пять рублей четыре свечи на новогодний стол у меня две есть вот еще четыре купила дальше так дальше 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 также прикупили очень такой нужный для нас продукт это нож нож фирмы хорико хорико я не знаю правильно в общем он литой он весь железный он написано для овощей 12 с половиной сантиметров эти ножи очень хорошие они славятся тем что не очень хорошего качества я надеюсь он нам будет долго служить стоил он а 429 рублей не очень дешево но зато хорошего качества решили хоть раз не экономить на таком далее также непродуктовая это вот такие саше зеленый чай хлопок и эдельвейс бризал в этой упаковочке три штучки то есть они как бы мелкий такой опыт получается в одной штучке интересно сколько пакетиков один да непонятно да наверное один у меня в общем по плану эти штучки запихать в шкафчики которые сейчас у нас почти ничем не заполнены там запах от старых хозяев он мне очень не нравится и в общем именно для этого я купила стоили 250 рублей эти три штучки то есть это не так уж дешево но все ароматы которые фикс прайсе не не нравятся вот это сакура вот эти вот ну то есть как бы поэтому я купила вот эти саше далее следующая покупка это две зубные щетки колгейт массажер для здоровых десен для здоровья десен вернее они такие интересные видеть серебристые стоили они сто один рубль девяносто девять копеек ну в общем сто два рубля нормальная цена средне статистическая дальше дальше пошли продукты дальше пошли продуктовые покупки первое с чего хочу начать это сок добрый деревенские яблочки ни разу еще таким такой сок мы не покупали но когда-то надо начинать поэтому решили прикупить стоил этот сок по моему 70 сейчас вам скажу вау 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 как мы не можем найти 75 рублей 99 копеек нашли дальше дальше так дальше давайте начнем с молочки молочки что касается молочки купила как всегда свой любимый кефир биобаланс однопроцентный я его очень люблю сейчас акция в пятерочке на ноль процентный он не такой вкусный как этот этот стоил 47 рублей 99 копеек самая обычная его как в принципе цена дальше то что хотел очень муж купили ему в общем это топпинг если честно это правильно и на русском я даже не знаю как ну в общем топпинг для десертов и мороженого шоколадный топпинг здесь килограмм стоил этот топпинг 329 рублей мой муж очень давно его хотел дело в том что мы купили сейчас мороженое мороженое невкусное он говорил что вот если будет топпинг то обязательно я бы его тоже съел кстати фирма такая же как нож ну в общем очень мы рады довольны особенно муж конечно и он до семнадцатого года то есть как бы сказал мой муж жрать и жрать прошу прощения дальше купили молочком также супругу а вот этой фирмы аро это он выбирал молоко питьевое ультра пастеризованная полтора процента одна упаковка 3970 среднестатистическая цена как у всех соков как бы я не знаю видно наверное не видно а нет видно все нормально дальше 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 йогурт простоквашина с черникой очень любит его муж также у него но они очень вкусные но мы не очень часто покупаем потому что в наших магазинах он очень дорогой стал он дорожает как будто с каждой недели прямо все стоит у нас около 100 рублей и а мы его купили за 80 рублей 93 копейки я считаю что большая разница далее сметанка альпийская коровка самая любимая наша спитана 15 процентная дешевая сердито 33 99 очень вкусно ничем никогда на нее не жалуюсь я в принципе и также купила альметы зеленью это жадность называется стоил он этот сырок 88 90 то есть 89 рублей я его очень люблю и захотела что-то мне прям на новый год мне захотелось его самого вредного самого такого у меня одна упаковочка в холодильнике есть я захотела еще одну еще одну ну в общем это точно это называется жадность далее сырок сыр ламбер значит для для начала хочу рассказать вам что этот сыр я кто смотрит меня мы ездили в окей и я купила там половинку такого сыра где я вот прям сейчас не поленюсь открою холодильник и скажу в окей килограмм такого сыра стоил 600 рублей 89 копеек 600 рублей 89 копеек сыр ламбер вот меня такая же половинка в метра же килограмм такого сыра стоит 444 рубля это просто я чуть я когда увидела чуть не плакала потому что я считаю что это очень большая разница и я за вот этот я почти одинаково сумма дала за вот этот кусочек и за этот понимаете не очень большая разница получилась не было очень обидно и досадно и мы решили что этот океевский кусочек уже начнем сейчас есть а большую большую как тубу уже оставим на новый год далее купили брынзочку президент на нее была акция в метро там акционные товары сразу видно и мы решили что мы очень любим утром с как бы вместо масла она очень хорошая стоила на 109 рублей и это тоже на самом деле выгодно йогурти йогуртики и сырочки значит купила дешевых йогурти к вот этот вот нежный соком лесных ягод самый обычный одна штучка стоила 6 рублей даже помню без чека чудо творожок с вишней на него была акция при покупке четырех штучек каждая штучка стоит 20 сейчас скажу точно 20 что-то мне сегодня не справляется муж прямо вот он йогурт просто а просто квашина не может найти представляете по моему 23 или 24 рубля штучка при покупке 4 23 99 рублей вот видишь как я прям помню 23 рубля одна штучка при покупке 4 я прошу прощения что мы так долго искали далее наконец-то я нашла сырки вкуснотеево мне в каждом видео все девочки пишут марина чтобы покупаете эти сырки купите вкуснотеево они намного лучше они самые вкусные ля ля в общем купили мы четыре творожный сырок глазированный ванильный премиум стоил один сырок 20 рублей 49 копеек обязательно попробую единственное что понятно что мы не сможем в метро ездить часто поэтому но у нас в городе эти сырки вообще ну то есть нигде не продают далее масло сливочное масло сливочные называется но ханс ханс дорф ханс дорф я первый раз такое видела европейские традиции качества 82 процента нам сказали последнее время я беру только 82 процента одна упаковочка стоила 88 рублей 90 копеек мне показалось это недорого и кстати что касается срока годности хороший срок годности здесь поэтому купили целых две упаковочки дальше дальше шпроты крупные шпроты которые продавались только по две штучки это у них там есть такие некоторые товары одна упаковка стоила вернее вот эта упаковка из двух штук стоила 180 рублей то есть по 90 рублей одна упаковочка это на всякий случай если уж совсем нежданно негаданные гости прям вот вообще прямо врасплох которые застают далее это я купила себе кстати вот там тоже очень много продукции вот этой фирмы fine life которую я до этого нигде не видела блинчики с клубничным джемом я очень люблю сладкие блинчики муж у меня вообще их не ест так что это было куплено мне стоили эти блинчики 30 рублей 36 рублей 18 копеек так дальше вареники с картофелем замороженные также вот эта фирма аро 250 грамм они стоили 47 рублей 32 копейки 250 грамм я не знаю выгодно это или нет я увидела думаю надо купить это любит муж дальше купила палочку вот такого сервера 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 европейского одна такая упаковка стоила 299 рублей здесь 840 грамм годен до 5 января я думаю до 5 это колбаска чисто на завтраке дальше что касается соусов муж купил себе томатный кетчуп хайнс стоил он 89 рублей 99 копеек он сказал что это очень выгодно очень круто надо все значит надо и также купил соевый соус пряный сэнсэйка брожение естественное брожение в общем какой то здесь 250 миллилитров очень часто смотрю всякие рецептики там требуется почему бы нет пускай стоит в холодильнике по моему этих соусов очень хорошие срок годности стоил он 43 рубля изготовлен он 23 десятого а строго хранения у него два года так что я думаю что пускай стоит дальше что касается кстати фруктов и овощей мы конечно кое-что прикупили но вообще на цены на фрукты и на овощи меня не очень удивили я ожидала большего значит во первых я купила вот такого свежего укропа также вот эта фирма хорика у них там видимо она видите прям процветает а укроп от 12 декабря она мы очень любим укроп я особенно во всех его проявлениях везде и в супах и в кашах и везде вот это вот упаковка стоила 74 рубля здесь 300 грамм и он красивый у нас в магазинах маленькие пучки по 35 рублей которые вообще ни о чем а здесь как бы на 70 рублей так прям много и также я купила лучок группа компании лета лук зеленый такой тоже хорошенький хватит мне надолго я счастлива стоил он 59 90 рублей 59 рублей 90 копеек тоже как бы недорого так далее ну если уж я начала про фрукты и овощи покажу тогда главный новогодний продукт это мандаринки цена на мандарины нас не очень порадовала килограмм мандарин стоил 130 рублей я знаю что меня конечно раскритикуют наверное все здесь больше двух килограмм но мы очень хотели купить ящик мандарин и мы его купили вот так вот они очень красивые я очень хочу верить то что они вкусные и мы просто не сдержались этого знаете вот психология вот этих магазинов когда ты покупаешь все надо не надо ну короче мандарины без мандаринов я не могла уйти хочу служить вот так что вот такое вот дело но мы сейчас счастливы и вот я сниму видео и мы пойдем смотреть биатлон и кушать мандаринки дальше также купил муж мне без меня кашку овсяные моментального приготовления но молодец я их очень люблю ассорти 6 пакетиков по 40 грамм видимо здесь 6 пакетиков с разными вкусами я насколько понимаю все с разными вкусами до 100 это кашка 60 рублей это очень выгодно получается 10 рублей пакетик это недорого чик вот так вот дальше дальше самое вкусненькое сладости куда же мы без сладости особенно в канун нового года у меня уже под елкой кучу сладкого следующая порция купили упаковку юбилейного здесь 5 пачечек ой вернее 6 даже здесь 6 пачечек эта упаковка стоила 131 рубль то есть одна пачечка стоила по 20 рублей большая часть этих упаковочек пойдет мужу на работу чтобы он с ним бил чайочек потому что он это дело любит далее купили упаковку мм демсиков с арахисом которые в таких ужинарядах новогодних мне так нравится я не могу у нас уже одна упаковка такая стоит под елкой еще одна будет я не знаю когда мы это будем есть но пусть она мне радует глаз и поднимает новогоднее настроение в общем здесь 200 грамм да здесь 200 грамм или сколько а 360 здесь 360 грамм и стоят они 179 рублей мне кажется выгодно если даже не выгодно я так люблю эти наряды что мне кажется что выгодно далее купили 2 шоколадки макс фан одна с арахисом разноцветная дрожжей карамель другая взрывная карамель мармелад и печенье эти шоколадки тоже очень вкусные мы их очень любим стоит 179 рублей у нас в пятерочке одна такая шоколадка или дикси 129 поэтому это сто процентов выгодная покупка дальше казино тимоша его купил себе муж подсолнечный он стал вообще какие-то копейки здесь 170 грамм 17 рублей конфеты девушка эти конфеты люблю я они вкусненькие такие обычные простенькие от славянки и стоили они 66 рублей вот это упаковочка здесь 350 грамм дальше также сладенькая джем черничный махеев здесь у нас 300 грамм в этом джеме и стоил он 70 рублей 70 рублей так дальше одна из самых больших кстати покупок это вот такой вот огромный пакет нес кафе сливочный 3 в 1 мягкий здесь так здесь 50 пакетиков по 16 грамм 50 пакетиков давайте я вам покажу как выглядит вот таким вот образом нам конечно не хватит очень очень надолго еще раз давайте покажу вот так вот он выглядит я надеюсь что он будет вкусный стоил этот пакет 212 рублей мне кажется это выгодно в последнее время я подсела на такой кофе почему бы нет утром один пакетик можно я не думаю что это как-то сильно повредит моему здоровью я по крайней мере я хочу надеяться на это и заодно муж возьмет себе тоже на работу дальше хлебушек обычный горчичный горчичный вернее 400 грамм нарезанный в упаковке стоил он 26 рублей 40 копеек и вот такой вот кинишемский хлебокомбинат это наш хлеб он заварной здесь вот сколько здесь грамм я не вижу к сожалению наверное так же как не пишут вообще последнее время сколько грамм наверно тоже 400 и стоил он 22 рубля так ну и вас одни из последних уже покупок это это вот такой вот чек липтон эрл грей здесь 100 пакетиков это черный чай в последнее время покупаю чай только так потому что намного выгоднее и мне намного комфортнее отслеживать я знаю что покупаю такой чай у меня минимум там на месяц на полтора я вообще не задумываюсь стоил он 159 рублей это выгодно девочки всем советую покупать чай именно такими порциями и я купила себе упаковку жевачек это доради чего вообще я ездила потому что когда на ютубе смотришь обзоры первое что девочки показывают это жевачки одна упаковка стоила 17 рублей то есть за вот эту упаковочку здесь из 10 штук я дала 170 рублей так что жевачками я тоже на полгода уже как бы 172 рубля жевачками я обеспечена прям надолго сейчас я вам покажу вид сверху и вид на все в принципе продуктики вот так у нас все это выглядит вон там чуни и сейчас покажу естественно чек полностью полностью и вот наша конечная это и цена под итог мы заплатили 7635 рублей за все наши покупочки хочу напомнить что в этих покупках было с и сковородка и этот миксер и подарок ребенку и подарок родной сестре и нож ну в общем в принципе мы так закупились очень массово я надеюсь вам было интересно вам понравилось пишите свои комментарии ставьте пальчики вверх всех с наступающим новым годом и прекрасного вам настроения нa нас ну и и и Субтитры подогнал «Симон»